В Санкт-Петербурге забыли простынь, в утробе, в кеслево сечении. Так медсестра должна не стыдить, не врач. Медсестра считает, сколько было инструментов и принадлежностей до операции. И после она говорит, стоп, доктор, вот простым просто не хватает. Бывает даже врач виру, очки забывает, что он делает операцию, ему тяжело. Медсестра должна расследить, а это роль медсестры в обоих случаях никак не указан. Виноваты врачи, виноваты инзакоры в происшествии. В данном случае и в Белгороде, и в Санкт-Петербурге это, так сказать, медсестры. Ну вот у нас продолжается, как в этом, статистика печальная по фальшивой водке. 35 тысяч смертей в год, 100 человек в день. Это же чудовищно. Но кто мешает здесь навести порядок? Что, неизвестный день? Цеха подпольная, где разливают водку. Это же производство. Везут тару кусту, коробки, идут рабочие на работу, вывозят готовую продукцию. Что участкового не видят? Жители ответственных домов не видят. Все можно пресечь. В советской власти этого не было. Была нормальная, добротательная водка. Она была в магазинах. Почему-то вот до сих пор это фальшивая водка. Гуляет. Фальшивые лекарства. Совсем чудовищно. Давайте. Способ борьбы. Магазин продает фальшивую водку, закрывается магазин. Все хорошо. Еще лучший принцип, конечно, во главе любой администрации в стране, район, город, область, края, республика, заместители от других парков. Как Смоленская область. Боряк. Но никто не говорит об этом. Там, где хорошо, никто не сообщает. Нет никакой коррупции в Смоленской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова